Прежде чем начать сегодняшнюю тему, хочу вам снова напомнить о вышедшей моей книге. Вот она, записки странствующего армянина. Первый том, первые 35 стран по армянским стопам, разных странах мира, где я бывал, путешествовал. Встречался, кстати говоря, со многими из вас. Вы тоже имеетесь в этой книге, с кем я встречался. Я просто уверен. И вообще, кто уже приобрел книгу, по-моему, очень даже хорошие отзывы, за что я благодарен. Но, опять же говорю, что готов выслушать и критику. Потому что она необходима для того, чтобы я издал и второй, и третий том. И, возможно, ваша критика поможет улучшить в чем-то мои эти издания. Как ее приобрести, вы увидите в описаниях видео. Вот под этим самым выпуском. Там есть описание. А если вы живете за пределами Российской Федерации и хотите приобрести, то напишите на электронную почту. Адрес имеется также в описании. И я или мои помощники вам расскажут, как вашу страну можно доставить этот экземпляр. Ну, а теперь непосредственно к нашему самому выпуску сегодняшнему перейдем. Как же трудно. Мы столько раз об этом говорили, но, правда, каждый раз сама обнажается. Как вы видите, вслед за Израилем, который уверен, что победу Азербайджану обеспечила именно она, а Израиль неоднократно об этом напоминал Азербайджану. Вот теперь Турция взяла слово и сказала «Нет, все-таки я». Эрдоган пригрозил Израилю и напомнил, как Турция взяла Карабах и Ливию, точно так же возьмет и Израиль. Ну, так это было сказано. Похвально. Ничего тут не скажешь. У кого деменция, а у кого искреннее признание перед вечностью, когда старик предстанет перед Всевышним Аллахом. Все-таки нужно исповедаться, и я думаю, он делает правильно. Мы-то, армяне, и так знали, чья там была эта победа, да и российская разведка изначально говорила и про сирийских этих боевиков, бандитов, и про турецких генералов, которые всем этим там руководили. Так что мы это и так знали. Другое дело, что Азербайджан умалчивал, и вот Эрдоган, главное официальное лицо, все это обнажил. Действительно, нужно исповедаться, чего он и делает. И делает он это, как мне кажется, успешно. Но речь сегодня не о нем, конечно же. Потому что пока я вышел в эфир, только самый ленивый, наверное, об этом не сказал. Даже азербайджанские пропагандистские каналы об этом трындят уже и изо дня в день, пытаются хоть как-то обелить эту ситуацию, как-то выкрутиться. Поговорим мы сегодня о Чушкарском форуме в Шуши, который недавно прошел. Он тоже все-таки прошел уже полмесяца назад, но так как я болел, грипповал, вот только сейчас хочу о нем сказать. Главное, что новых лиц ни одного я не увидел на этом форуме, все одни и те же старые знакомые, а-ля друзья Азербайджана. Причем любопытно, что ни одного достойного друга среди друзей Азербайджана так и не нашлось до сих пор. Судя по друзьям из России, сплошные и кражоры. Перестань их кормить, и они переметнутся. Кому угодно, кстати говоря, переметнутся. Неужели кроме Максима Шевченко, Игоря Коротченко, Сергея Маркова в России до сих пор никого не нашлось? Ну, еще там нескольких единиц, которые не смогли приехать. Разумеется, Гусман. Гусман, он понятное дело. Там этому точно своей икры достаточно. Он хоть и занимает высокую должность в российских СМИ, но является искренним, доверенным лицом Алиева в российском медиапространстве. Любопытно, как вся эта четверка вообще выдержала от Алиева то, что в России никому бы не простила. Например, эти оболтусы хвалят Алиева в то время, как он, отвечая на вопрос украинской журналистки, поблагодарившей бакинского диктатора за помощь в войне с Россией, на что Алиев сказал, и впредь будет помогать Украине. Ни Коротченко, ни Шевченко, ни Гусман, ни Марков не встали и не ушли. И глазом даже не моргнули, чтобы выразить недовольство. Наоборот, каждый из них толкнул речь о том, как они восхищаются Алиевым. И только потом задавали вопросы. Такое было ощущение, что они восхищаются Алиевым куда больше, чем Путин. И плевать, что Алиев снабжает горючим украинскую армию. А они ее используют против российской. Зато, вернувшись в Москву, тот же Коротченко побежал в студию ВГТРК «Россия», чтобы снова назвать подлецами и фашистами всех тех, кто помогает Украине. Двуликий Янус, в его случае двужопый Анус, успел визнуть Алиева, но в то же время партнера Алиева назвал Гитлером в юбке. Урсулу фон дер Ляйн, имею ввиду. Председателя Еврокомиссии. Не спорю, она еще там самая фон дер Б***ь, извиняюсь за выражение. Когда жители Арцаха сидели без газа, без света и продовольствия, эта самая фон дер Б***ь прилетела в Баку за газом. Но не для арцахцев, разумеется, а для Европы. Как может Коротченко, этот двужопый Б***ь, восхищаться Алиевым, который сотрудничает с фашистами, по словам того же самого Коротченко? Шевченко так и вовсе пошел дальше. Сначала изложил спич, тоже восхищаясь Алиевым. Потом задал вопрос, что Алиев намерен делать с западным Азербайджаном, видите ли? Его волнует Армения. Кто не понял, поясню. Так имбецилы Алиева называют Армению, западным Азербайджаном. Это спросил тот самый Шевченко, который 10 лет назад вообще говорил, что Азербайджан создал Сталин или Ленин, я уже не помню. Есть видео в открытом доступе, можно, кстати говоря, посмотреть. По поводу западного Азербайджана. Меня, честно говоря, удивляет, откуда в регионе может взяться западный Азербайджан при отсутствии восточного. Давайте заглянем во все исторические карты мира, которые только известны человечеству. Ничего нового я не покажу. Именно эти карты известны человечеству. Эти карты в широком доступе. Они известны. У них есть авторы. Их не где-нибудь там в Баку или в Ереване или Москве или еще где-то печатали. Нет. У них есть точная дата изготовления. У них есть авторы. У них есть место печати. У них есть датировка. Смотрим. Карта мира Гекатея 550-480-й годы до н.э., который произвел британский картовед Джон Мэри из Лондона. Армения есть. Азербайджанам и не пахнет рядом. Далее карта мира, произведенная на основании толкований Геродота, 5-й век до н.э. Армения есть. Азербайджана нет. Следующая карта произведена на основе трудов Иратосфена, 276-й, 194-й год до н.э. Армения есть. Азербайджана нет. Далее карта шарообразный мир, согласно Страбону, отцом географии, кстати. Между прочим, так на минуточку. Это 63-й год до н.э. и 24-й год нашей эры. Еще раз, отцом географии, Страбоном. Армения есть. Азербайджан под лупой не найти. Карта первого римского географа Помпония Мэлы составлена на основе его книги «Космическая география». Армения есть. Здесь Азербайджана ни западного, ни восточного не наблюдается. Далее можно представить еще кучу известных карт исторических, где есть Армения, но нет соседа. Например, карта Азии Джерома, составленная в 420-м году н.э. Персидская карта Абу Асах ибн Мухаммада Аль-Фарси, 940-го года н.э. Арабского географа Абу Абдаллы ибн Шариф Аль-Эдреси, 1150-го года. Да их куча этих самых карт. Можно представлять и представлять бесконечно. И все они в открытом доступе. Вы и без меня их можете найти. Просто запишите названия, авторы, даты, то, что я сейчас вам надиктовал. Вы же, наверное, в университетах там учились, конспектировали. Вот конспектируйте. Считайте, что я лектор. Конспектируйте. И потом без меня все это отыщите, посмотрите. Где там Армения, где там Азербайджан. Все в открытом доступе. За ними не нужно ехать в Ватикан или в библиотеку имени Мирзафа Талия Ахундова. Вот там их точно нет. Так что о каком западном Азербайджане вы говорите, мне непонятно. Не ровен час, когда нам придется говорить о восточной Армении. Лизгистане, Талыши. А ваши братья, чей язык вы понимаете без перевода, они там за Каспием, Рухнаму изучают. Не на Кавказе, а за Каспием, Центральной Азии. Там они Рухнаму изучают. Баян Сулу изучают. Манас изучают. Заждались, я думаю, они там вас. Ваши предки, туркменские рода, Баяты, Авшары, Баяндыры, ушли из каракумов, баранов пасти на иранские луга и Курар-Аксинскую низбенность. Да и задержались. Теперь говорите о каком-то там западном Азербайджане. Прибыли туда и грузины, я имею ввиду на этот форум, Гела Васадзе, Гия Саралидзе. Это блогерша, как ее там, Тамуна Мамуна, не знаю ее фамилию. Другой там блогер, израильтянин, Михаил Финкель. Даже псевдооппозиционеры были в лице Рамиза Юсуфа, который до сих пор считается политэмигрантом, живя в Соединенных Штатах Америки. Любопытный такой политэмигрант, я вам скажу, ездящий к столу к тому, от кого сбежал. Интересно, в США известно, что этот политэмигрант просто шнырь. В общем, все они из-за всегда-то и Алиевских вечеринок, этакие любители пожрать на халяву, все, кто там был и бывает из года в год. Одни и те же рыло, как я уже говорил. Как видите, серьезных людей, солидных политиков, журналистов, общественных деятелей особо-то и не было. Делать хэрмят в Азербайджане умеют с давних лет. Это известно, это не секрет никому. Только делая хэрмят, азербайджанцам нужно понимать, что чем больше Алиев и его клан у власти, тем больше они обнажаются перед мировой общественностью. Ведь в отличие от несменяемого диктатора, его слова и слова его друзей сменяются. А из истории слов не выкинешь. И сложно верить тем, кто вчера говорил одно, сегодня другое. Это значит, что завтра, когда Алиева не станет, то правда выплывет наружу. И о том, как выкристаллизовывалась армянофобия, коверкалась история культуры армян, покупалась за счет этого себе история азербайджанская, правда о второй Карабахской войне и кому они обязаны победы. И как все это выплывет, а это обязательно выплывет и уже выплывает, Эрдоган и Нетаньяу не дадут соврать. Так все эти друзья Азербайджана и кражеры двужопые, как пузырь лопнут. Что тут еще скажешь? Увидимся скоро. Непременно, конечно же. Субтитры подогнал «Симон»!